Это город С, меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Сегодня мы вместе с вами хотим вспомнить основные события минувшего года. Чем жил регион, какими радостями, какими огорчениями. И совершенно точно все это знает наш сегодняшний гость, потому что мне очень приятно представить, что сегодня в студии города С Виктор Александрович Сойфер, председатель Общественной палаты Самарской области, президент Самарского национального исследовательского университета имени Королева, академик Аран, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный гражданин Самарской области. Вот очень приятно на самом деле перечислять все эти такие красивые звания. Спасибо, Инесса. Спасибо. Несмотря на то, что вот этот состав Общественной палаты уже пятый, я думаю, что может быть не все до конца понимают, что это за структура такая. Вот можете как-то доступно, чтобы все поняли, для чего создана Общественная палата? Да, конечно. Ну, во-первых, вот миссией Общественной палаты является развитие гражданского общества. А вот что такое гражданское общество, мы, может, действительно не всегда понимаем. Гражданское общество – это такая совокупность активных граждан или их объединений добровольных. И вот гражданское общество – это такой своеобразный фильтр между требованиями людей к власти и возможностью власти осуществить эти требования. При этом Общественная палата выступает как своеобразный такой мост между властью и обществом и обеспечивает обратную связь и диалог. Ну, грубо говоря, как писал один знаменитый поэт «Единица в здоровье, единица в ноль», помните, да? Вот. А здесь все-таки Общественная палата – это очень уважаемые люди, 45 человек. И когда возникает какой-то вопрос, который ставится перед Общественной палатой, то нас слышат все структуры власти. Вот примерно так. То есть Общественная палата, она является как бы выразителем разумных требований общества и отдельных граждан. Правильно ли я понимаю, что фактически нет ни одной сферы в жизни этого нашего гражданского общества, интересы которого не касались бы Общественной палаты? Ну, в сущности, все, что касается жизни каждого человека или групп людей, например, там, каких-нибудь домов многоквартирных – это все в сфере внимания Общественной палаты. Да, то есть социальная сфера, медицина. Социальная ЖКХ, медицина, здравоохранение, значит, молодежь, спорт. Ну, в общем, все, действительно, все, чем живет человек. Как вот вы столько лет руку на пульсе держите? Ну, я бы не сказал, что я такую же самую руку на пульс держу. Просто народ подбирается очень такой активный. Вот вы, НС, тоже член Общественной палаты. Вы уже знаете, как работает Общественная палата. Все держится на нормальной работе людей. 45 человек входят в состав Общественной палаты. Начали работать мы в 2008 году. Каждые три года происходит тротация, перевыборы, люди обновляются. Но такой стиль, в общем-то, он сохраняется, активный очень стиль. И все держится в основном на работе комиссий, которые возглавляют энтузиасты своего дела, люди очень известные. Можно называть фамилии людей. Но главное, что эти люди в этой сфере, скажем, возьмем ЖКХ, все знают Часовских Викторовича. Возьмем там Галина Ивановна Гусарова. Ее тоже все знают, потому что она работает по всей области, со всеми муниципалитетами, со всеми общественными советами. Ну, Константин Алексеевич Титов. Ну, тут рекомендации не требуется. Практически каждое имя можно называть. Александр Иванов, Александр Иванович, герой России, наш генерал армии, командующий. Ну, просто не хочется никого обижать. Активно работают и молодые люди такие, относительно молодые, такие как Павел Покровский, который одновременно является членом общественной палаты Российской Федерации, нашим представителем в Москве. Вадим Чумак. Ну, и многие другие люди, пусть не обижайтесь, кто меня слышит, просто каждый член палаты – это отдельный человек, который с ответственностью безвозмездно, абсолютно безвозмездно, что очень важно, потому что меня иногда спрашивают, а сколько вы зарабатываете или сколько зарабатывает член общественной палаты? Да, нисколько, нисколько. Это абсолютно добровольное дело, безвозмездно. Просто это желание помогать людям и развивать гражданское общество. Вот один из таких значимых итогов работы общественной палаты – это ежегодный доклад о состоянии гражданского общества, как раз, который члены палаты и готовят. Может быть, не очень понятно, что это такое, что это за доклад, на основании чего он опирается и там вообще что? Ну вот, посмотрите, значит, у нас 4,5 тысячи некоммерческих организаций, НКО так называемых. Каждый занимается своим делом. Это и волонтеры, это люди, которые, допустим, занимаются городом, благоустройством, типичный представитель, тоже член палаты Анастасии Кнор, Том Суэрфест, который занимается сохранением старых домов и ремонтом на добровольной основе. И вот все эти НКО действуют абсолютно самостоятельно, А общественная палата – это такое место, ну, как бы сказать, такой хаб, как вот если по-современному выразиться, который объединяет людей и вот эти все общественные организации и помогает им более эффективно действовать. Вот примерно я так бы сказал. Ни в коем случае не подминая кого-то под себя. Все эти люди, а у нас очень много членов общественной палаты, возглавляют различным родом благотворительные фонды, ну, как, например, Светлана Ивановна Полдамасова, фонд радости, значит, возглавляют другие структуры, например, вот Ростислав Ярослав Хугаев, это парк дружбы. То есть каждый занимается своим делом. Но в совокупности мы образуем нечто такое цельное. Поэтому по всем вопросам, которые у людей возникают, они могут получить компетентные консультации, во-первых, для НКО очень важно это бывает, и во-вторых, если они не могут достучаться до власти, то мы помогаем это сделать. Ну, Виктор Александрович, а вот это наше гражданское общество-то, вы бы какой портрет его написали? Насколько мы цивилизованы вообще? Ну, пока портрет, я бы написал только эскизы к портрету, штрихи. То есть формируемся все-таки? Формируемся, к сожалению, не в том виде, в каком хотелось бы его видеть. Поэтому и возникает очень много вопросов. Власть иногда не понимает, что хотят люди, люди не понимают, что делает власть. И в этом смысле уровень гражданского общества, он, конечно, у нас еще не очень высокий. Несмотря на то, что много шагов делает лично губернатор, это не в порядке похвалы, а просто он так вот настроен, чтобы все обсуждать с людьми и так далее. Вроде послушали, послушали, а иногда все равно, как говорится, вопросы остались. В течение прошлого года, наверное, всю нашу жизнь сопровождали две достаточно весомые такие яркие даты. Это 170-летие губернии и 60-летие первого полета человека в космос. А вот какие вопросы все-таки находились на особом контроле, на особом внимании общественной палаты в прошлом году? Ну, конечно, общественная палата мимо этих дат никоим образом не прошла. Ну, кстати, я был членом Всероссийского комитета по 60-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина, и было очень много мероприятий, и наша общественная палата проводила соответствующие встречи. Много встреч было в музее «Замары космической», в других местах, связанных с космосом. Много ветеранов космоса. Павел Покровский с ними встречался, сделал такие записи интересные, они были показаны. В этом смысле, конечно, как «Самара космическая», мы эту дату отметили. Ну, 170 лет губернии, да, конечно, был создан оргкомитет, много членов общественной палаты вошли в него, ну, а мероприятия, которые проводились, мы действовали вместе, собственно говоря, со структурами власти, с областными структурами власти, в первую очередь, с муниципальными структурами. То есть это охватило всю нашу губернию. Я думаю, что перечислять их не нужно, но, во всяком случае, эти мероприятия запомнились, несмотря на те условия, в которых мы жили и продолжаем жить. Я имею в виду пандемию, конечно. Да, как раз следующий вопрос хотелось вам и задать по поводу пандемии. Насколько ее присутствие в нашей жизни отразилось на работе общественной палаты? Что изменило? Ну, оно отразилось, безусловно, на каждом человеке. Мы, многие, переболели. Вот. Общество восприняло пандемию, как всегда, несколько противоречиво. Есть антиваксеры. Тут я бы две вещи разделил. Во-первых, общественная палата продолжала активно работать в новых условиях. Конечно, нам пришлось многие мероприятия перевести в режим допустимый, в режим онлайн, или с ограниченным количеством людей. Уменьшилось количество выездов, естественно, и встреч таких вот очных. Но стало больше тех мероприятий, которые вот в формате онлайн проводятся. Это и консультации различного рода, это и встречи, беседы. Вот. Я бы отметил некоторые позитивные факторы. Ну, например, вот наше учреждение культуры стали транслировать свои спектакли, вот театр, оперы, балета, в эфир, в интернете. И, скажем, спектакль смотрит 40 тысяч человек. Увеличилась доступность, конечно. Да, увеличена доступность, конечно. То есть вот пандемия нас подтолкнула к цифровизации, о которой так говорили, говорили. Может, еще бы и говорили. А вот когда она пришла, оказалось, что не будь этой цифровизации, мы просто разбрелись по пещерам. И в этом смысле информационные технологии, конечно, они нам помогли продолжить работу. У нас год был, вы спросили, вот какие события? Ну, серьезные были события. Выборы, в частности, были. Выборы и в Государственную Думу Федерального Собрания, и выборы были в нашу Губернскую Думу. И на Общественной Палате лежит одна из таких очень ответственных задач. Это общественное наблюдение за выборами. И вот в этих условиях собрать людей, подготовить их, то есть обучить, а мы обучили 5,5 тысяч человек, общественных наблюдателей, независимых общественных наблюдателей. В чем отличие общественных наблюдателей, направленных на избирательные участки общественной палаты, от общественных наблюдателей, которых партии направляют? Вот эти люди от общественной палаты, они не ангажированы ни с какой партией, они просто присутствуют для того, чтобы обеспечить прозрачность и легитимность выборов. И для того, чтобы эти люди могли обеспечить вот эти два важнейших фактора, их нужно учить. Вот общественная палата взяла на себя и обучение, разработаны методические пособия, значит, люди обучены, и они свою миссию очень успешно выполнили. Вот, Виктор Александрович, у вас мысль более стремительная, чем у меня, вы меня сегодня во всем опережаете, но, кстати говоря, раз уже мы перешли к выборам, давайте еще поговорим об этом, потому что, ну, безусловно, одно из важнейших событий. Конечно, безусловно. И давайте мы сейчас... А из важных дел я бы все-таки сказал еще одно, что вот, понимаете, по-разному все-таки вот эти непривычные условия могли подействовать на людей. Первые могли бы расползтись по пещерам и озлобиться, но в этих условиях вот наши люди проявили свои лучшие качества. И у нас очень поднялось волонтерство, понимаете, вот это второе, что я считаю большим достижением, в том числе и нашей общественной палаты, но прежде всего тех людей, которые безвозмездно, опять-таки, занимались очень важным делом, помогая немощным людям, оказывая помощь врачам. Вот это вот тоже один из моментов, который я бы отметил, как важнейшее направление деятельности общественной палаты и тех, кто рядом с ней. Ну вот я, собственно, поставила себе уже пункты, сейчас, может быть, по каким-то поподробнее я хотела бы вас расспросить. И для того, чтобы, ну, может быть, вернуться в памяти к выборам, давайте сейчас посмотрим сюжет. Мы сделали, ну, краткий обзор, как это было. Да, это было, в общем, здорово. В марте текущего года в 63-м регионе был создан общественный штаб независимого наблюдения за выборами. В рамках подготовки к выборам состоялось свыше 70 семинаров, на которых прошли обучение более 5000 наблюдателей. Главная цель – максимально заинтересовать людей и обеспечить прозрачность выборов. Наблюдатели – это самые разные люди, для которых неважно, кто из кандидатов победит. Они заинтересованы только в одном – чтобы выборы прошли честно и в соответствии с законом. На занятиях опытные юристы и эксперты в области избирательного права рассказывали об особенностях законодательства и особенностях избирательной кампании. Досконально разбирали различные ситуации, которые могут возникнуть на участках. Например, как распознать провокацию или как действовать в условиях назревающего конфликта. Проследят за ходом выборов везде, включая следственные изоляторы. Такое соглашение подписали Общественная палата Самарской области и Общественная наблюдательная комиссия региона. Главная задача – обеспечить контроль за соблюдением избирательных прав всех граждан, в том числе и тех, которые находятся в местах принудительного содержания. Протокол взаимодействия предусматривает информационный обмен по вопросам участия представителей сторон в наблюдении за голосованием. Обучение членов Общественных наблюдательных комиссий – основу законодательства о выборах. Неоднократно члены Общественного штаба независимого наблюдения за выборами собирались за круглым столом и обсуждали насущные вопросы, один из которых – фейковая информация. Политические партии, связующие звено между гражданским обществом и властью. В 2021-м ЦИК заверил в списке 15 политических объединений. Уровень активности партии, по словам экспертов, в этом году значительно выше, чем в прошлой избирательной кампании. Также в период подготовки к выборам Общественный штаб выпустил брошюру для наблюдателей, где прописаны их права и обязанности. Роль наблюдателя на любых выборах очень сложно переоценить, поскольку наблюдатель – это и свидетель, и контролер, и арбитр. Поэтому роль его очень важна, и хотелось бы, чтобы он в более полной мере исполнил принятые на себя, побоюсь сказать, обязательства в этом плане. Представители штаба выходили на улицы Самары, где работали живые информационные центры, и делились с горожанами актуальными данными о предстоящем голосовании. На месте проводился дополнительный набор для желающих поспособствовать легитимности выборов. Так еще 300 жителей проявили интерес к общественному наблюдению и заполнили заявки. Напомним, председателем Общественного штаба Независимого наблюдения за выборами стал член Общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности и правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Это «Город Эс». Сегодня у нас в студии Виктор Александрович Сойфер, председатель Общественной палаты Самарской области. И мы говорим о событиях, которыми жил регион в течение прошлого года. Виктор Александрович, вот даже по сюжету сейчас, он такой сборный, видно, какая огромная работа была проведена. И так, если разобраться, начали уже в марте, да, и вплоть до сентябрьских выборов. Да, и три дня. Ведь, в общем-то, выборы были не однодневные, а трехдневные. Это тоже несколько осложнило, вообще говоря, работу. Это облегчило путь избирателя к избирательному участку, к уровню избирательному. Но для нас это были очень напряженные дни. Ну и, к счастью, вот работа общественных наблюдателей, в том числе, способствует, ну, конечно, избирательной комиссии, которая работала очень четко. И, значит, взаимодействует с нами вместе. Мы с ними, вернее, больше взаимодействовали. Вот. Практически не было нарушений жалоб, таких, о которых можно было бы всерьез говорить. Конечно, были мелкие нарушения, но они никоим образом не повлияли на результат выбора. Я знаю, что работу вот нашего штаба очень высоко оценила ответственный секретарь совета при президенте Александр Таченов. А как оценили ее вы лично? Я оценил это как гражданский подвиг, честно говоря. Вот я был рядовым членом штаба этого, возглавлял его, как видно из сюжета, Галина Юрьевна Николаева, президента коллегии нотариусов нашей, палаты нотариусов. Вот. Очень активен Виктор Владимирович Полянский, который уже давно вместе с Галиной Юрьевной создали такую, будем говорить, структуру под названием «За честные выборы». Это было намного раньше уже, чем вот появилась такая миссия в общественной палате и функции общественного наблюдения. Оно уже нами осуществлялось, собственно говоря, 10 лет назад. Практически с момента создания палаты, при первых же выборах, начало работать вот это «За честные выборы». Это нам очень помогло отработать некоторые механизмы взаимодействия с людьми. Ну и, наконец, в этом году, опять же, цифровые технологии, у нее уже в прошлом году, в 21-м году, цифровые технологии – это вот ситуационный центр, который был создан. Там очень активно работала Анастасия Икнор и другие наши коллеги. У нас вообще в составе общественной палаты очень приятно, что много юристов и много журналистов. Народ непростой, но зато он вносит свою, как говорится… Я вот, поскольку уже в пятом созыве вот в этой общественной палате могу сравнивать, вот хочу сказать, что такой боевой состав и дух, он, конечно, во многом базируется на том, что общественная палата стала в среднем моложе по возрасту. И появилось много вот таких людей, зубастых, которые, будем говорить, ну, телеграм-канал, в котором, правда, ерунды много можно прочитать, но, с другой стороны, там привлекает внимание людей в целом к деятельности общественных наблюдателей. Все это тоже способствовало, я думаю, конечной цели. А конечной целью было то, чтобы выборы были прозрачными и легитимными. Ну, вы уже заговорили об информации, о широком информировании, обо всем, что происходило. Вы заговорили о журналистах. И мне кажется, что вот гражданский подвиг, он же не совершается в одиночку, да? То есть это работала большая-большая региональная команда, и в том числе средства массовой информации. Вот уж пользуясь случаем, просто вы в курсе, что наш канал достаточно плотно работал весь период выборной кампании, и такой был принцип веерного распространения информации. То есть как только информация появлялась, она мгновенно появлялась во всех наших ресурсах, очень быстро, своевременно и достаточно объективно. Вот насколько это для вас, для штаба, для общественной палаты было важно такое сотрудничество, такое реагирование? Очень важно. Вы понимаете, была информация, оперативная реакция. Все это способствовало тому, что люди, это привлекало внимание людей к выборам. То есть выборы коснулись очень многих людей, и, как всегда, в период, когда идет избирательная кампания, люди решали в том числе и свои вопросы, которые не могли решить, ну, будем говорить, в стационарном режиме. Они касались, как правило, ну, устройства, там, работы управляющих компаний, обустройства дворов, все такое прочее. Эти вопросы все время возникали. Значит, мы их озвучивали. Власть в этот момент оперативно реагировала, естественно. Вот. И я думаю, что в целом, конечно, это... Не зря все-таки коллеги мои потрудились. Да, не, мне зря потрудились. Немного лучше стали люди, в общем-то, жить в конечном счете. Угу. Мы с вами еще начали уже тоже говорить о том, что пандемия дала мощный толчок волонтерскому движению. Как вы связываете это с влиянием с работой общественной палаты? Вы знаете, ну, общественная палата, конечно, поощряет это дело, значит, всякое, елико возможно, пропагандирует это дело, оказывает помощь волонтерам, значит, оказывает с тем, чтобы связаться с нужными, будем говорить, структурами, которые нуждаются в этом волонтерстве. Но все-таки в этом, я думаю, проявление личных качеств людей, прежде всего. И здесь общественная палата, ну, может быть, какой-то такой общий такой фон давала, но качества свои вот такие человеческие проявлял, собственно, каждый человек отдельно. Ну, подумайте, работать со скорой помощью, с людьми, которые постоянно контактируют с больными, приносить больным, значит, продукты и медикаменты. То есть на все это надо решиться, понимаете, и все это безвозмездно. Я думаю, что вот это явление еще должны социологи изучать. Вроде не зачерствели души у наших людей, я считаю, что волонтерство, оно вот в период пандемии показало, что у народа в душе есть, как говорится, много тепла. А что я упустила, что бы вы еще отметили очень важного из прошедшего года? Из прошедшего года, ну, конечно, возвращаясь к теме пандемии, от которой мы никак не уйдем. Вот серьезную акцию мы провели, она как-то очень так пошла. Вакцинация – это жизнь. Вакцинация – это жизнь, да. Да. Вот, понимаете, общество у нас, оно консервативно в значительной мере. И сейчас среди самых различных категорий людей, образованных людей в том числе, даже с медицинским образованием, можно услышать, что да не надо этого делать, оно вроде как было, так само пройдет. Я ведь с этим вот категорически не согласен, потому что это не научное заявление. Вакцинация необходима. Но нам нужно было добиться, чтобы количество вакцинированных людей превысило процент. Вакцинированных людей приблизилось к 80%. Тогда по науке получается, что пандемия пойдет на спад. Ну, и никак мы не могли к этой цифре приблизиться, как вот не агитировали. И тогда вот придумали эту акцию «Вакцинация – это жизнь». Она, это викторина такая, она несложная викторина, но она интересна для людей тем, что там разыгрывались хорошие призы. В общем, в результате три тура было, в каждом разыгрывался автомобиль и квартира, так. И, в общем-то, выиграли люди, которые были, ну, просто, как говорится, ошарашены. Ну, и, в общем-то, три тысячи призов по четыре тысячи рублей, тоже неплохо, в конечном счете, к праздничному столу, по крайней мере. Вот мы это проводили в декабре. И это привлекло, вот, заключительный этап 22-го числа. Там полмиллиона человек, вообще говоря, участвовало. Сначала люди как-то не верили, думали, что-нибудь там, наверное, обманут. То есть это явилось таким серьезным стимулом, да, мотивацией пойти и сделать прививку. Это, в общем-то, помогло достичь определенных рубежей, вот, в количестве вакцинированных людей. — Виктор Александрович, ну, может быть, завершая уже, наверное, сегодняшний разговор, расскажите о планах, которые вы ставите перед Общественной палатой на год наступивший. — Год наступивший. У нас ведь, как, что не год, что события. Ну, вот, следующий год объявлен годом, связанный с дружбой народов, вот, и все такое прочее. Он уже начался, собственно говоря, вот, проходит мероприятие. Для нас, конечно, наличие вот парка дружбы народов, я его не могу еще раз не упомянуть. Это, конечно, та площадка или платформа, как сейчас говорят, на которой мы будем строить нашу деятельность по, вот, реализации программ, связанных с укреплением дружбы народов, самых разных народов. Как показывает опыт, вот, только что трагических событий, которые произошли в Казахстане, только дружба народов, в конечном счете, позволяет избежать каких-то вот таких печальных, будем говорить, результатов. Но я сейчас даже говорю не об этом. У нас проживает 150 национальностей, вообще говоря, на территории Самарской области. Мы иногда даже не задумываемся, кто есть кто. И это очень хорошо, с одной стороны. Но, с другой стороны, у каждой национальности есть своя самобытность, своя индивидуальность, некоторые замечательные традиции, которые, когда узнаешь о них, то проникаешься уважением к этому народу. Я думаю, что вот этот год мы, конечно, будем активно работать вот в этом парке дружбы народов, ну, по всем направлениям. Что же касается событий политических, то грядут выборы губернатора. Вот, мы к ним будем, конечно, готовиться. Значит, это год подготовительный, будем говорить. Это тоже важный момент. Ну, а 24-й год, это, опять-таки, выборы президента страны. На это тоже требуется время. При этом у нас очень много проблем, о которых мы говорим часто. Часто здесь Виктор Иванович Савский говорит, я не буду повторять. Пандемия, к сожалению, не ушла. Будем продолжать то, что делали. Ну, и жизнь, она как бы подсказывает какие-то новые задачи. И, может быть, основным нашим правилом является оперативная реакция на те задачи, которые ставит жизнь. Виктор Иванович, огромное спасибо за этот разговор. Такой подробный мы успели с вами так много за полчаса проговорить. Я в завершении позволю себе от лица всех наших зрителей поздравить вас, потому что в этом году ваш труд был замечен, по достоинству оценен. Я имею в виду награждение вас орденом Александра Невского и премии правительства Российской Федерации имени Гагарина в области космической деятельности. От души вас поздравляем. Спасибо большое. Большое спасибо. Удачи, успехов в течение этого года и всех последствий. И вам удачи, успехов. Увидимся в городе ЕС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова